Техника взлета Привет, я Барри Шиф и мы в аэропорту Бигбери, высоко в горах Южной Калифорнии. Превышение данного аэродрома более 2 километров, а когда жарким летом температура скачет выше 30, высота по плотности тут легко превышает все 3. В таком случае расчет взлета становится крайне важным пунктом подготовки полета. Каждый пилот знает, что нужно делать в таких случаях – обращаться к РЛ. Там обязательно есть таблица расчета взлетной дистанции в зависимости от ветра, массы, высоты по плотности и температуры. Большинство РЛ ориентированы на процедуру взлета с коротких полос, а это значит использование взлетных закрылков и максимальной взлетной тяги еще до снятия с тормозов. Таблицы эти невероятно важны. Но есть вопрос, а соответствуют ли эти данные конкретно вашему самолету и конкретно вашей технике пилотирования? Сегодня у нас три самолета. Мы пытаемся сравнить эти таблицы с реальностью. Первая Cessna 182-79 года выпуска со стандартным 160-сильным двигателем и фиксированным винтом. Также у нас есть Pitchcraft Bonanza 35B 1967 года и 285-сильным двигателем с изменяемым шагом винта. И, наконец, 210-я турбированная Cessna 1981 года со взлетными 310 силами и 280 сил на номинальном режиме. Также с изменяемым шагом винта. Ветер сейчас дает 240 градусов, 15 узлов. Это 7 метров в секунду. Но на земле всего лишь 5 узлов. 2,5 метра. Температура у нас 28 градусов, что дает нам высоту по плотности 9644 футов. Это чуть меньше 3 километров. Полоса тут асфальтная длиной 1800 метров и, на удивление, ровная. Что ж, давайте приступим. Я использую мишки с песком, чтобы подогнать каждый самолет под его максимальный взлетный вес, указанный в РЛ. Для 172-й Cessna это 1200 килограмм. Сверившись с РЛ, я обнаружил, что при данных условиях нам потребуется 550 метров. Отрывая переднюю стойку, я буду на 51 узле, как раз, как указано в РЛ для данного веса. Мы поставили помощника с красным флагом, как раз на том месте, где самолет должен оторваться, согласно РЛ. Другой помощник с белым флагом поможет нам узнать реальную точку отрыва самолета, если она не совпадет с расчетной. Процедура взлета с коротких полос требует выпуска закрылков на 10 градусов, что я и сделал в процессе выполнения чек-листа. После чего я дал взлетный режим двигателю и, забедняя понемногу смесь, при помощи ручки забеднения попытался вывести обороты на максимальный показатель, что по идее должно выдать мне всю возможную мощность. Убрав газ и оставив забеднение в выбранной позиции, я рулю на полосу. Опять же, правильная техника взлета с коротких полос требует установки максимальной тяги еще до снятия с тормозов. Плавно выводим двигатель на максимальную тягу, сверяемся с оборотами, есть максимал, отпускаем тормоза. При такой высоте по плотности и массе наш самолет серьезно тупит. Разница между тем, как я взлетал сегодня утром с Санта-Моники, очень ощутима. Но я терпеливо жду роста скорости. И жду. И жду. И жду. Наконец, 51 узел скорости отрыва. Пока я разворачивался назад, я уже знал, что далеко проехал за красный флаг. Но насколько сильно я не вписался, это мы сейчас узнаем. Барри, твоя взлетная дистанция 670 метров. Интересно. Согласно РЛ, мне должно было хватить 550 метров. Но в реальности потребовалось 670. Почти на 22% больше. Но почему? Давайте разобремся. Во-первых, это далеко не новый двигатель, поэтому рассчитывать на все лошадиные силы не приходится. Передняя кромка винта также вся уже здорово покоцана. Однозначно, его эффективность не соответствует заявлению. Да и передняя кромка крыла также уже далека от заводской формы. В общем, этот самолет наверняка отличается от описанного в РЛ. И указатель скорости так же давно не калибровался. И наверняка выдает ошибку, из-за чего я оторвался выше, чем на 51 узле. Да и без сомнения, моя техника пилотирования отличается от парней, тестирующих Cessna, выходящие с завода. Но может быть другая Cessna или Бананза прольют свет на эту картину? Сейчас узнаем. Вы думаете, для короткого взлета нужно всегда выпускать закрылки во взлетное положение? А вот и нет. Согласно РЛ для данной Бананзы, все взлеты с укороченных полос выполняются с убранными закрылками. Так что всегда сверяйтесь с РЛ. Для отрыва полностью загруженной полторы тонны Бананзы, нам необходимо набрать уже 71 узел. И согласно РЛ, для этого при данных условиях Бананзе должно хватить 700 метров. Но сегодня я еле-еле оторвался на 840 метрах, это на 150 метров больше. Турбированная 210-я также провалила свой тест. При максимальной взлетной массе 1800 килограмм и 72 узлах, необходимых для отрыва, ей должно было с лихвой хватить 650 метров. Но нам потребовалось 730 метров, это на 80 метров больше, чем указано в РЛ для данного веса. Из вышеприведенного понятно, что нельзя слепо верить РЛ. Узнайте свои возможности, реальные возможности вас и вашего самолета. Даже если они совпадают с заводскими при стандартных условиях, это абсолютно не означает, что они будут в точности соответствовать табличным «в жару» на горных аэродромах. Даже небольшое отклонение может дать очень большую разницу в дистанции разбега и параметрах набора высоты. Именно это и хотели мы вам сегодня показать. А кстати, какая у вас техника взлета с горных аэродромов? Наверняка вы совершаете одну очень распространенную ошибку пилотов. Большинство пилотов при расчетах ориентируются на температуру, взятую из АТИС. Вот вы тоже? Проблема в том, что выдаваемая АТИСом температура измеряется в тени, а все ваши графики строятся на реальной окружающей температуре, тут, на полосе. А в реальности, в такую жару эти температуры могут разниться на 5 и более градусов. Эти 5 градусов при расчете высоты по плотности выдадут вам ошибку в более чем 400 метров высоты, а они, в свою очередь, существенно удлинят ваш разбег. Еще одна известная проблема – недостаточно накачанные колеса. Повышенное сопротивление в этом случае также существенно добавит взлетной дистанции к вашему разбегу. Также обязательно изучите полосу. Она ровная, асфальт, трава – все это также сильно влияет на взлет. Закрылки на правильном угле? Обязательно сверьте с РЛФ. Слишком много или слишком мало, и вы очень сильно поменяете всю картину взлета. Вы используете всю полосу? Помните, нет ничего более ненужного, чем полоса, которая за вами. Вы держите самолет на тормозах, пока он полностью не выйдет на взлетную тягу? Могу вас доверить, что ребята с завода делают именно так. И, наверное, самое важное – вы отрываете самолет именно на указанной в РЛФ скорости? Не раньше? Не позже? Во время разбега и быстро приближающемся торце полосы противостоять желанию потянуть штурвал на себя практически невозможно. Но зачастую за этим кроется очень большая ошибка. Вот что происходит. Если оторвать самолет слишком рано, он весьма вероятно подвиснет на экранном эффекте и набирать высоту не сможет. В лучшем случае вы просто удвоите свою взлетную дистанцию. Если у вас действительно все расчетные параметры подошли к граничным показателям, почему бы не уменьшить загрузку? На горных аэродромах, убрав лишние 100-150 кг, можно легко уменьшить взлетную дистанцию на 300-400 метров. Если необходимо, заправьтесь меньше и перелетите на низкие аэродромы в несколько приемов. Или просто переночуйте тут и воспользуйтесь преимуществом утреннего холодного воздуха. Да, еще один совет напоследок. Почему бы вам не последовать примеру авиалайнеров? После всех расчетов просто 20% на безопасность. Ну или больше. Любой взлет Боинга заложен в существенный ее запас. Почему бы вам не поступать так же? Изучайте свой самолет и знайте его возможности. И напоследок нужный совет. Вы уверены, что до взлетный режим ваш самолет выдает вам всю имеющуюся тягу? Есть один быстрый способ в этом убедиться. Начнем с руда. Когда вы максимально утопили рычаг, как и должно быть на взлете, зазор до механического упора должен составлять не менее полсантиметра или больше. Делается для того, чтобы ответная тяга на другом конце троса гарантированно уперлась в свой ограничитель, полностью открыв заслонку карбюратора или инжектора. В этом случае мы точно знаем, что двигатель выдает всю возможную тягу. Если же такого зазора нет, то по причине дачи неполного хода мы не можем гарантировать полное открытие дроссельной заслонки. А это значит, что тяга не выйдет на максимальный режим. Точно так же обстоит дело и с рычагом управления шагом в винтах, иначе вы грозитесь не получить максимальные обороты на взлете. То же самое и с рычагом забеднителя. Аналогично с рычагом обогрева карбюратора на карбюраторных двигателях. Если на вашем двигателе установлены рычаги дополнительной подачи воздуха напрямую, так же обязательно убедитесь в подобном зазоре. В ином случае ваш двигатель будет постоянно подсасывать грязный воду из-за неполностью закрытых створок, минуя воздушный фильтр. А на двух моторниках ситуация аналогична, столь лишь разница, что зазоры теперь должны быть на верхнем положении рычагов. Однако наличие зазоров не должно исключать проверку приборов после дачи взлётного режима. На самолётах с фиксированным винтом, как эта 172-я, вы должны получить минимально допустимые статические взлётные обороты сразу после дачи взлётного режима. На самолётах с изменяемым шагом, как наша Бананза, вы также должны увидеть максимальные взлётные обороты на тахометре при соответствующем давлении на входе. Проверки эти займут не более 5 секунд, а регулировка зазора легко может быть выполнена вашим механиком. Но это невероятно важный момент у любого взлёта. А мы скоро увидимся. Летайте безопасно!